Я был уверен, что ценность духовного выбора происходит именно тогда, когда у меня есть возможность выбрать или эгоистическое направление, или духовное. А здесь у меня забрали эгоистическое. Царь египетский умер. В чём же это ценность духовного выбора? Здесь нет духовного выбора. Нет, нет, нет. Это не то, о чём ты думаешь. Когда ты находишься в каком-то состоянии, и тебя хотят продвинуть к более высокому состоянию, то тебе дают ощущение ущерба в текущем состоянии и дают тебе ощущение прибыли в более высоком состоянии. И так ты продвигаешься. Ты неправильно представляешь себе свободный выбор. Выбор — это не когда есть перед тобой две вещи, ты должен выбрать одну из двух. на основе чего ты выбираешь? По чему, по какому критерию выберешь? Выбор и у нас в жизни. Выбор не в том, что перед тобой две вещи, и я выбираю — это больше, это меньше, или наоборот, это меньше, это больше. И тогда я должен разорвать себя пополам. Это не выбор. На самом деле мы в таком виде никогда не выбираем. Мы можем выбрать только при условии, что одна вещь стала меньше, чем другая. И тогда мы выбираем вторую. И почему это происходит? Потому что перед нами, как перед младенцем, кладут игрушку более интересную. И тогда я её выбираю. Только в таком виде происходит весь наш выбор. И в нашем выборе, и с нами большими. Пожалуйста. Я полностью согласен, что я выбираю по важности. Но здесь получается, судя по описанному, что царь египетский умер. То есть у меня вообще забрали возможность. То есть у меня нет уже никакой важности. А Творца ещё нет. Да, мы проходим такие состояния. Да. И умер царь египетский. И стенали сына Израиля от работы. Потому что нечего делать, не на кого работать. Нет чего-то главного в жизни. Так для чего же жить? Да. Мы вскоре поговорим об этом. Но это не выбор, как мы думаем. Что я выбираю одно из двух по каким-то параметрам. А так делают со мной. Творец выясняет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...